Я с детства увлекаюсь рыбалкой. Объездил в свое время все, начиная с юга России, был на Байкале, на Кольском полуострове, также объездил все Подмосковье. В свое время я побывал на Кубе, но у меня оно произвело неизгладимое впечатление. Там удалось первый раз мне побывать на морской рыбалке. В первый раз я ловил на большом катере с помощью троллинга. И в то же время мне удалось привести около 40 этюдных работ, в которых был передан пейзаж и рыбные натюрморты. Особенно мне понравилась рыбалка на Нижней Волге в Астрахани с ее запасами рыбы, крупными щуками, самами, лещами. И всегда я брал с собой или старался брать к ней этюдник. И с натуры писал натюрморты с рыбами, закаты. Дельта Волги на меня произвела неизгладимое колоссальное впечатление. Помню одну рыбалку, когда было поймано за одно утро 45 жерехов, самый большой 6,5 килограмм. Меньше трех килограмм вообще ни одного экземпляра не было. Это просто выдающаяся рыбалка. Ну такого, мне кажется, больше уже никогда не будет. Сейчас, конечно, давление рыболовное усилилось многократно. Мои успехи в рыбалке могут кому-то показаться скромными. Ну в морской рыбалке может быть так. Ну да, была поймана баракуда большая, около 17 килограмм. В ловле внизу в Волге, конечно, были и очень интересные экземпляры. Один раз мне попался Сомова весом 67 килограмм. Его как раз снимал Оскар Соболев. И причем была поймана на чисто спортивную снасть. То есть джиголовка, спиннинг. Это был 98 год. Это на заре как только-только спортивная снасть уходила в обиход рыбалолов. Вот эту картину я написал в дельте Волги. Здесь такая огромная щука была поймана. Два окуня и огромный лещ. Эта картина написана уже давно, 2003 год. Это почти, как я называю, антиквариат. И она мне дорога, потому что все-таки на натуре, когда вот это все ощущения переданы. И вот я их выложил на земле. Теплый, горячий окунь. И вот этот зеленый, травянистый. Вот. И вот этот золото леща, конечно, это ну просто замечательно. Работа великолепна. Она может красить любой интерьер. Для рыболова наблюдать такую картину это на удовольствие. Эта картина сделана по впечатлениям о рыбалке, которая происходила зимой, когда я ездил на Рузу. И ночью ловишь лещей с глубины. И когда их вытаскиваешь, достаешь на ночной снег, на ночной лед, то от перепада давления они наливаются кровью. И получаются такие красивые золотые слитки, которые лежат как поленья на этом снегу и потихонечку замерзают. Картина по философскому звучанию. Хотя формально это просто натюрморт с рыбами, с лещами. Рыба это одна из любимых жанров многих художников. Но для меня он особый, потому что я сам и художник, и в то же время сам рыболов. И вот здесь с одной рыбалки на Волге мне удалось запечатлеть такого сома, который лежал на красной земле. Вот здесь надо посмотреть, как она состоит, из каких вот этих всяких тонких микровещей. И это делалось, когда краска высыхала в течение нескольких недель. Я вот ее немножко месил в эти места. Потом еще после того все высохло и лессировал. Потом скоблил. Технически картину как раз сделал очень долго, в течение полугода. Это не за один, не за два, не за три сеанса сделано. Хотя начать она была там, но уже в Москве я ее довел до совершенства. Работа, ну, мне очень нравится, очень нравится. Но по большому счету, на самом деле не важно, какую рыбу пишет художник, как она называется, сом, суда, клещ или еще другие. Он передает на самом деле свои внутренние ощущения, свои внутренние переживания. И тогда вот этот образ рыбы сублимируется в некое другое пространство. Появляются новые смыслы и новые ощущения. Редактор субтитров А.Семкин